МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Национальной службы взыскания, сумма просроченных платежей физлицами за телеком-услуги на 1 июля составила 24,5 миллиарда рублей. За год задолженность выросла на 21%, а к концу года она может достигнуть 27,5 миллиардов рублей. Мы решили узнать, как обстоят дела с долгами за связь в Перми. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается динамика сокращения объема дебютерской задолженности длительностью более 90 дней. На текущий момент общая сумма долга среди абонентов физических лиц Перми составляет порядка 35 миллионов рублей. Для борьбы с неоплательщиками используется отработанный алгоритм. В первую очередь при появлении задолженности производится превентивное информирование клиента через автоматическое голосовое оповещение, смс, емейл операторами. В случае, если превентивными мерами не удается побудить клиента к оплате потребленных услуг, то приостанавливается доступ к услуге и проводится претензионная работа. В заскании в судебном порядке применяется компания при отсутствии оплаты клиентам потребленных услуг после проведения перечисленных мероприятий. Доля продаж непродовольственных товаров увеличилась до 62%. Наиболее заметен этот процесс в продуктовых магазинах. Наращивание непродовольственного ассортимента связано с желанием сетей увеличить обороты и прибыль. Во многих крупных магазинах появились отделы бытовой техники, продавать стали даже телевизоры и пылесосы. Продажи этих позиций увеличились, подтверждают эксперты. В результате продуктовые магазины постепенно вытесняют с рынка специализированную торговлю. В список товаров, которые пользуются наибольшим спросом, вошли детские подгузники, жидкое мыло и влажные салфетки. Евросоюз изменит правила выдачи шенгенских виз, сообщает российская газета. Чтобы получить разрешение на въезд в европейскую страну, потребуется сдать отпечатки 10 пальцев. Эксперты полагают, что это усложнит оформление виз и может привести к росту цен на заграничные туры. Внедрение системы сбора биометрических данных начнется во втором квартале 2015 года, если будет завершена необходимая техническая подготовка. Биометрические данные будут передаваться в единую визовую информационную систему. Она обеспечивает обмен информацией о краткосрочных визах между всеми странами шенгенского договора. Пока у представителей туриндустрии в связи с новыми правилами возникает немало вопросов. Скажем, есть неудобные моменты. К примеру, после внедрения системы при первой подаче анкеты на получение шенгенской визы, заявитель должен будет присутствовать лично, чтобы предоставить свои биометрические данные. Необходимость лично являться в консульство или визовые центры, которые есть далеко не во всех городах России, наверняка снизит спрос на туры в Европу. Во всяком случае, в первый год-два после введения дактилоскопии. Курс доллара по данным Центробанка с расчетом на 17 июля составляет 34 рубля 38 копеек. Курс евро – 46 рублей 62 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.